84-ю годовщину создания ВДВ отметили крымские десантники. Впервые в составе Российской Федерации. Как праздновали голубые береты и обошлось ли без купаний в фонтанах на этот раз, расскажут наши корреспонденты. Уже с самого утра к памятнику воинам-интернационалистам в Симферополе стали стягиваться люди. Все они как на подбор в голубых беретах, тельняшках и с флагами, на которых красуется вечный девиз десанта. Никто кроме нас. Перед началом официальной части гостей развлекали летчики. Участник боевых действий в Афганистане Александр Судаков в небе над центром крымской столицы за штурвалом демонстрировал с фигурой высшего пилотажа. На горную петлю или на горку. Поворот через крыло. Митрофан Васильевич начал свой бордейский путь именно с того аэродрома, где в 1930 году, 2 августа, 12 криталатых пехотинцев первыми совершили прыжок с самолета, раскрыв купола над головой. Митрофан Попов отдал ВДВ без малого 30 лет, но до сих пор в деталях помнит свое первое десантирование. Такое впечатление, значит, воздуха вроде не хватает, глаза закрылись. Первый прыжок навсегда заполнится. Все последующие, это так, в общем, как рядовые. А вот первый, значит, помню на правый бок, глаза закрылись, парашют дернул большой силой. Такая радость, ощущение, значит, обзор огромный, с высоты 800 метров бросали. Вот, этот прыжок запомнился. Все в сборе можно начинать. Поздравить крылатую пехоту пришел первый заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Шеремет. Он отметил высокий вклад ВДВ в обороноспособность страны и поблагодарил гвардейцев за стойкость и мужество. Воздушно-десантные войска выполняют самые сложные, самые трудные задачи и выполняют их на отлично. Как того требует бессмертный девиз ВДВ – никто, кроме нас. В этот знаменательный день решите поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать здоровья, счастья, любви, благополучия, поблагодарить за отличную службу. Служите с честью России, с гордостью и высоко несите с нами воздушно-десантных войск. В десанте служат настоящие мужчины, люди, которые никогда не забывают своих сослуживцев, павших на полях сражений и выполняя свой профессиональный долг. Они имеют своего небесного покровителя и люб пророка. И тот, кто создавал эти войска, он опророчил, что в этих войсках служат люди мужественные, умелые, патриоты, любящие свою родину. Мы благодарны этим ребятам и благодарны тем, что они помнят и всегда поддерживают ту память о своих братьях, которые погибли, выполняя интернациональный долг и защищая свою родину. По окончанию первой части торжественных мероприятий гвардейцы возложили цветы монументу воинам-интернационалистам и отправились к памятнику Василию Маргелову. Именно он после Великой Отечественной войны дал новое дыхание десанту, сделав из ВДВ элитные войска. И ввел голубой берет в тельняшку, которые сейчас являются визитной карточкой крылатой пехоты. Батя – это символ ВДВ, это история ВДВ, это тот человек, на которого каждый десантник пытался равняться в своей службе. И поэтому, соответственно, сбор десантников Крыма должен быть на памятнике Маргелова. День ВДВ десантники Крыма впервые отмечают в составе Российской Федерации, поэтому масштаб мероприятий поражает. Да, первый раз в России, но мы его всегда отмечали как в России. Для нас день ВДВ – это святой праздник. Мы его отмечали как при Советском Союзе, как при России. Не было никогда акцента на Украину. Приятнее, да, наши российские подразделения регулярных частей ВДВ находятся здесь и помогают нам в проведении праздника. Наградив ветеранов ВДВ памятными медалями, десантники отправились в Бахчисарайский район, в ущелье Искикермен. Там гвардейцев ждал праздничный концерт. Также крылатые пехотинцы вместе с страйкболистами, разделившись на группы, сошлись в показательном бою. После военной игры десантники перешли к празднованию. Однако купаний в фонтанах мы так и не увидели. Крылатые гвардейцы доказали, что они пример и образец для подражания. И показывают все свои навыки исключительно на поле боя, а не в городских водоемах. Артем Артеменко, Олег Черемисин. Время новостей.